Здравствуйте дорогие садоводы-огородники! С вами Наталья на своем канале Сад и Огород круглый год. И хочу я вам сегодня показать свою штамбовую малину или как называют малина-дерево крепыш, именно в период плодоношения. Посмотрите, пожалуйста, вот это вот малина-крепыш. Малина-крепыш. Это штамбовая малина. Что значит штамбовая? Должен быть штамб, устойчивый штамб, на котором вверху идет разветвление и напоминает, в общем-то, дерево. Что можно сказать про эту малину? Малина действительно очень продуктивная, очень плодоносящий этот куст малины. Ну, а если говорить о вкусовых качествах по пятибалльной шкале, наверное, 5 баллов я бы все-таки не отдала. Но 4,5 это будет ее бал. Значит, я показывала свою малину весной, как она выглядела и говорила. У меня она в этом году очень низкая. В прошлом году была очень засуха. Дождей не было, мы ее не поливали, поэтому плодоносящие ветки, вот я вам показываю сейчас, но это, правда, не самый большой, есть побольше, ну, примерно они вот такого вот размера, сантиметров 70. Сантиметров 70 вырос вот штамб. Что можно сказать? Это не рост малины, это не высота этой малины. Ну, обычно она метр двадцать, метр пятьдесят, ну, метр двадцать, вот это вот высота штамбовой малины крепыш. Почему называют штамбовой? Как я уже сказала, вот у нас, да, вет, штамб, и идет разветвление. Разветвление очень обильная малина. Вот я вам сейчас показываю куст, но мы уже тут собирали малину, и при том, при всем, на ней еще очень-очень много малины. Хотя в этом году она какая-то, в общем-то, не очень. В этом году у нас и дожди вроде бы есть, и солнышко. Но видно вот то, что было заложено с прошлого года, маленький штамб, ну, в общем, она бывает лучше. Вот просто однозначно. Она крупнее бывает сама ягода, вот, а в этом году ягода какая-то мелковатая, да, плюс этот штамб. Но при том, при всем, вот я вам показываю этот кустик сейчас, да, ну, вроде бы удерживает. Вот малина дерева, так она должна расти, так она должна быть, стоять без подпорок, все. Но вот показываю вам другой куст, вот пытаюсь, да, его все поднять и поднять. На нем очень много малины, но штамб не удерживает. Ну, что я могу сказать? Возможно, это потому, что в прошлом году, видите, вот прошлогоднее, да, вот, он не толстый штамб, не толстый, а это вот нынешний. Видите, в этом году, еще конец июня, еще расти и расти, но сам штамб уже толще. То, конечно, на этом тоненьком очень тяжело удержать такое огромное количество ягод. Вот, ну, я так объясняю, почему, в общем-то, у меня малина вот так вот опускается, эта штамповая. Хотя обычно я вот здесь, у меня ни подпорок никаких нет, я ее не поддерживаю, она сама держит гордо свои головки. Ну, потом, попозже, это уже будет во второй половине лета, да, рекомендуют вот эти вот верхушки на штамбовой малине обрывать, да, для того, чтобы пошло разветвление, чтобы получилось дерево, чтобы получились ветки. Ну, я этого не делала в прошлом году, потому что она у меня и так была низкая, ну, куда же еще и обрывать верхушки. Ну, вы видите, разветвление идет само по себе, то есть, не обязательно нужно обрывать вот эту вот верхушку, для того, чтобы образовалось это дерево. Можно даже не трогать. То есть, в самом, в этом сорте малины заложено вот такое вот плодоношение на этих дополнительных веточках. Ну, покажу вам другие кустики. Как я сказала, они у меня в этом году маленькие. Ну, маленькие, это потому что с прошлого года они не выросли. Это не результаты этого года. Это прошлогодние, вот. Вот головки наклоненные, вот такие вот. Вот такая вот у меня малина крепыш. Штамбовая малина крепыш. Ну, что сказать, рекомендовать или не рекомендовать? Конечно, малина мне нравится. И можно ее, так сказать, засаживать, высаживать у себя. Подкармливаю ли я ее? Да, я ее подкармливаю с осени. Это перегной или остатки растительности. Никаких химических удобрений я не даю. Конечно, если бы я дала какие-то химические удобрения, она, наверное, была бы лучше. Но я этого не хочу делать. В общем-то, и другим не советую. Ну, что ж, я вам показала свою малину крепыш. Понравилось вам видео или нет, ставьте лайки, а может быть и дизлайки. С вами была Наталья. Я желаю вам всего хорошего. Хорошего дня вам. Хорошего года. И всего-всего-всего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok